Президент Путин намерен изменить восприятие России как страны с криминальными традициями. Для этого надобрил реформу уголовно-исполнительной системы, которую ему представил на встрече 31 января Чуйченко, Константин министр юстиции. Эксперты считают, что перемены приведут к сокращению количества заключенных и так далее. Представляете, что происходит? Закоренелые преступники хотят исправить преступников. Такое возможно. Представляете, поручил он Чуйченко министерству юстиции, чтобы было меньше, сделать так, чтобы был меньше преступников. Как это выглядит? Выглядит это совершенно чудовищно. То есть, от лидера преступного государства, преступным организациям, а Министерство юстиции, МВД, ФСБ и так далее, преступной организации, поступила команда побороть преступность. Это не смешно? Это когда криминологи говорят о способности преступности к самовоспроизводству. То есть, они не имеют в виду вот это. А вот это надо иметь в первую очередь в виду. То есть, криминологи на эту тему не работают почему-то. Почему-то они стесняются того, что иногда бывает, да не иногда, а всегда, что главные лидеры преступников находятся на самом верху. И другим преступникам дают команду. И как же они могут побороть преступность, если они сами преступники, если они дают команду преступникам? Как может преступность не самовоспроизводиться, если с ней борются преступники? Это потрясающе. Это тот парадокс. В начале встречи Штюйченко предложил две меры по сокращению количества осужденных ежегодно из мест лишения свободы. Это прямая речь. Его освобождается 100 тысяч человек. Зачастую эти люди не подготовлены к жизни на свободе. Высокый рецидив, 44% возвращаются в места лишения свободы. Вот представляете, кто-то еще освобождается. Он говорит, нужно сократить количество преступников, значит их будет освобождаться все меньше и меньше. Что предлагает Штюйченко? Вдумайтесь в маразм, который он предлагает. Мы предлагаем, это прямая речь, создать службу, федеральную службу исполнения наказаний, который будет готовить людей к освобождению, заниматься их социальной адаптацией. Служба должна насчитывать 50 тысяч человек. Это люди будут обладать заболеванием, в том числе по психологии. 50 тысяч будут заниматься в первый год 100 тысячами, потом 80 тысячами, потом 60, потом 40, потом 20 и так далее. 50 тысяч для этого, да, человек. Понимаете, это просто распил бюджета, создание очередной силовой структуры под жопой вот этого Штюйченко. То есть, дополнительную силу. Для чего ему нужна эта дополнительная сила? Для решения вопросов, когда Путин сдохнет. Своих вопросов. Закрепление во власти, спасение, так сказать, себя в будущем. То есть, все они пытаются создать какую-то военную или полувоенную структуру, понимаете, с психологическим уклоном. Какой ему нахер психологический уклон-то? Помните, это как в этом... У Шукшина-то это, там, железнодорожные войска с авиационным уклоном, то есть, железнодорожные, там, с авиационным уклоном, там, что-то был инженер-железнодорожник с авиационным уклоном. Так вот и эти. Президент Путин согласился с идеей вести должность замглавы Федеральной службы исполнения наказания по службе пробации. Видите, будет служба пробации, там целый генерал будет сидеть над этим. Представляете, там куча будет генералов, куча полковников и так далее. То есть, распил бюджета еще один. Ну, если у него в ФСО служат 70 тысяч, да, и там, ну, это уже старые сведения, наверное, больше 70 генералов на 70 тысяч было. На 50 тогда, сейчас уже 70, ну, значит, генералов больше. На 50 было 70 генералов, значит, и здесь будет 70 генералов. Можете себе представить? Жесть какую-то. Они вот эти деньги, которые собираются платить этим бездельникам, да, лучше бы вот этим зайчикам, которых выпускают в качестве каких-то, наверное, какого-то поощрения, да, за нормальное поведение. Не там, не в тюрьме, а на воле. Чтобы они там не бедствовали, чтобы могли платить за квартиру и так далее, пока они не устроятся в жизни. Лучше бы они так использовали эти средства, а не на накачку очередных вертухаев. Ну, можно было бы найти способ, как это сделать. Это не проблема. Путин подтверждал отправку до 100 тысяч заключенных на принудительные работы. Вот и вся система пробации, да. 100 тысяч заключенных, они будут, минуют, да. Все это, они прямым ходом уезжают на каторжные работы. Да, у нас на сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и к концу 24-го мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест и так далее, и так далее. Давайте так и сделаем, согласился Путин. Чученко также рассказал, что 180 тысяч из 350 тысяч осужденных имеют законное право на замену лишения свободы, на принудительные работы. Ну, то есть, из 350 тысяч 180, я так понимаю, может на воле смело отпускать, без всяких проблем. Но надо, чтобы они работали. 180 тысяч цифра обозначена, не 100, а 180. Они будут по максимуму набивать тюрьму, чтобы, я думаю, больше, чем 108, чтобы у них были рабы. Сейчас восстанавливают стройотряды для того, чтобы они в Татарии будут строить стройотряды дороги. Да вы платите нормальные деньги, не воруйте, и вам найдется масса людей, кто будет строить дороги. Зачем студентов-то отрывать? Пусть они учатся и платите им нормальную стипендию. Чтобы им не пришлось бегать там где-то, подрабатывать какие-то дороги, строить нахер, они нужны. Суденты учиться должны. Эти, которых они посадили в тюрьму, там половина сидит просто так. Они вообще сидеть не должны. Но, видите, сейчас вот этот курс взят совершенно безумный. Представляете, информационный мир. Роботы должны производиться. А они из людей роботов делают. Они хотят, чтобы у них ГУЛАГ был. Они хотят, чтобы у них как в 37-м там кто-то строил, или как там в 35-м этот Беломор канал херачивал бы. Экс-заключенный опознал одного из самых жестоких разработчиков Иркутского СИЗО в бизнесмене. Мне кажется, сидел в СИЗО Зычок, который пытал других по команде Вертухаев. А потом ему сменили имя, фамилию, имя, и он начал заниматься бизнесом. Видите, как здорово бывает. Это вот по поводу этой команды. Как она будет называться? Сейчас еще раз. Блядь. Пробация, пробация. Вот такая будет пробация. И в России создадут исправительные центры для подростков хулиганов. Омбудсмен Мария Львова-Белова заявила. Ну, понеслось. Мы это уже проходили в сталинские времена, когда уголовная ответственность с 12 лет. Сейчас это очень важно. Вы же понимаете, кто эти хулиганы, которых отправят в эти лагеря для подростков. Понятно, что столкнулись первый раз с этим 26 марта 2017 года, когда огромное количество подростков, в том числе, вышло на протесты. И не знали, что с ними делать. Они не достигли возраста привлечения к административной ответственности. И уж тем более к уголовной ответственности их нельзя привлечь. Потому, что они вообще ничего не достигли. Поэтому, видите, сейчас исправительные центры будут созданы. Но для этого уже. Что, их хулиганы какие-то волнуют? Да им они похер. Их волнуют те, кто может выступить против режима. А эти противники режима становятся все моложе и моложе. То есть, интернет накачивает их. Они становятся умнее. Понимание того, что у власти находятся подонки, приходит гораздо раньше. Если нам это понимание пришло в достаточно зрелом возрасте, то этим оно приходит в нежном возрасте. Ну, тем более, такая сволочь стоит у власти Вова Путин. Сразу же понятно, что одни гады там. Ну, а... Продолжение следует...